Господи, Господи, и милуй! Из жития святителя Анатолуста Устова С его служения в пресвитерском Сане Сане Диакона Иоанн прослужил пять лет Между тем благочестивый епископ Милетий Закончил свою полную испытание жизнь И на его место был избран уважаемый всеми за пасторское учительство пресвитер Флавиана Новый епископ давно уже был знаком с Иоанном Который был его учеником в Пантиохийской школе И видя в нем полезнейшего деятеля до церкви Возвел его в сан пресвитера в 386 году Иоанну было в то время около 39 лет Труд ему предстоял весьма большой Антиохия была одним из самых богатых И больших городов Востока В ней числилось до 200 тысяч душ Из которых половину составляли язычники и евреи Под влиянием такой смеси убеждений Среди христиан постоянно выступали учителя Которые хотели собственным разумом Наподобие языческих философов и риторов Постигать и переделывать христианство Отсюда явились споры и распри Образовались различные направления И партии, которые вели между собой Ожесточенную борьбу Возносившую крайний смутрик церковную жизнь Чтобы добре править столь обуреваемым кораблем Церкви Поистине необходимы были доблестные И самоотверженные пастыри Таковым именно и был Иоанн Сам родом из Антихии Отзнал свой родной город Со всеми его хорошими и дурными сторонами Зная не только по внешности Но и проникал во все тайны Его внутренней жизни Уже первая произнесенная им проповедь Произвела на многочисленных собраниях Молящихся превосходное впечатление Чем дальше, тем больше Развертывался его дар проповедника Храм, где он служил и проповедовал Всегда наполнялся слушателями Таких проповедей еще никогда Не раздавалось в Антихии И жители ее с изумлением вынимали Словам проповедника Который вполне овладевал их сердцами Так что они то трепетали От изображения ужасов гнева Божия То ликовали от надежды На его бесконечное милосердие Антиохийцев особенно удивляло и то Что пресвитериан не читал своих проповедей А произносил их от полноты своего сердца Вел живые из устной беседы со своими слушателями Из уст его издевалась такая благодать Что слушать не могли Ни надевиться Ни насытиться его беседами Поэтому Не применули явиться В церкви Скорописцы Которые записывали За проповедником И запись свои передавали И продавали желающим Проповеди эти Сделались предметом всеобщего разговора Они читались даже запиршенцами И на торжествах Многие заучивали их наизусть Послушать Иоанна считалась особенным счастьем И все соперничали В придумывании похвальных ему слов Одни называли его устами Божиими и Христовыми Другие сладкословесным Третьи медоточивым И таким образом уже в это время Голос народа Как голос Божий Создавал для него То прозвание Златоустого С которым имя его Увековечено в истории И церкви Христовой Предание сохранило и самый случай При котором произошло это прозвание Не ограничиваясь нравственными наставлениями Иоанн выступал иногда С догматическим учением О возвышенных Истинных религий И нередко вдавался в такую Богословскую премудрость Которая оказалась недоступной Для многих слушателей При одном из таких случаев Одна простая женщина Благоговением слушая лопоток речи Великого проповедника Никак не могла проникнуть В смысл этих сладких Для слуха слов И с чисто женской нетерпимостью Закричала ему из народа Учитель духовный Или лучше сказать Иоанн Златоустый Ты углубил колодец Святого своего учения Настолько Что наши короткие умы Не могут постигнуть его Народ подхватил высказанное Женщиной прозвание И увидев в нем Указание Божие Порешил с тех пор Называть своего любимого Проповедника Златоустым Спустя два года После начала пастырского служения Святителя Иоанна Произвестно событие Которое со всей очевидностью Проявило силу его авторитета И влияние на его пасту В Антихии случился Стихийный мятеж Против намерения императора Феодосия внести новый налог В город прибыли Уполномоченные императора Начались аресты Горожане боялись Что в пылу Праведного гнева императора Приказывают Жечь город Умертвить Участников бунта Народ пребывал в уныне В эти тревожные дни И явилась сила И самоотверженность Любовь Пастырей духовных Престаренный епископ Флавиан Прозрев старческую немощь Отправился в долгое И трудное путешествие В столицу империи Чтобы ходатайствовать За свою пасту С гор спустились Отшельники Древние старцы Давно презревшие Суету мирскую И своими горячими Просьбами за народ Переменили настроение Главного царского Полномоченного Кесария Святитель Иоанн Все три недели В течение которых Город в страхе Ожидал результатов Заступничества Своего архипасторя Проповедовал в храме Он обличал Бессмысленные Деяния Своих посолных Говорил о грехах Которые толкнули их На столь опасные действия И в то же время Смягчал скорбь И изгонял уныние И страх Надеждой На милость Божию Эти проповеди Под названием Веседы о статуях Остались Памятникам Самоотверженного Служения Своей пастве В трудные дни В конце концов Все удалось Император Отпустил Престарелого Архипископа С миром Но память Об этих днях Легла в основу Той необыкновенной Любви И доверия Которые Антиохийцы Питали К своим Духовным Вождям Пережитые Городом Страшные События Потребовали От святителя Иоанна Крайнего Напряжения Всех его душевных И физических сил И привели К болезни Антиохийцы С тревогой Ожидали Известия О его Здоровье И радость Их не было Предела Когда Преставитель Иоанн Вновь Вернулся В церковь Аминь